Здравствуйте! Мигранты штудируют учебники. В каждой программе мы традиционно напоминаем о том, как важно знать и соблюдать все законы той страны, где работаешь и живешь в данный момент. О большом вопросе маленького гражданина, где и как оформить документы, расскажем сегодня и смотрите далее в программе. Картина маслом или межнациональное счастье в красках. День рождения солнца, старинный праздник Сурхури. В Киргизской диаспоре в Самаре прошли консультации по миграционному законодательству. Бесплатную юридическую помощь для иностранцев организовал Дом дружбы народов. Нурлан – гражданин России, а его жена и дочка – Кыргызстана. Он рассказывает, как несколько лет назад перевез в Самарскую губернию свою семью. Я приехал из Кыргызстана. Я здесь давно работаю, уже где-то 5-6 лет. Я получил уже 3 год назад паспорт у себя. Ну и уже год же бегаю, что они получили гражданство на России. Ну никак не получается. Таких здесь много. Кто-то не может воссоединиться с семьей, у кого-то проблема с документами. Например, у меня старший сын там. А вы гражданин России? Я гражданин России. Конечно, здесь воссоединение с семьей. По российским законам, если один из родителей постоянно проживает на территории Российской Федерации, срок процедуры получения гражданства его детьми сокращается. После года проживания в России они получают разрешение на временное пребывание. Через полгода – вид на жительство. Это документ, с которым иностранный гражданин имеет право свободно выезжать за пределы страны. Он выдается сроком на 5 лет. С видом на жительство можно устраиваться на работу. Ограничений нет, за исключением торговли. Затем подают документы уже на гражданство. При этом дети получат его по родителям гражданам Российской Федерации. Оформить бумаги можно в ФМС или посольстве. По вопросу получения квоты на РВП, это разрешение на время пребывания, он обращается на комиссию. Комиссия один раз заседает. И у него будет воссоединение с семьей, с родителями. Причина, почему он сюда приехал. Вот ему выдается квота, разрешение на сдачу документов. Он оформляет пакет документов, сдает документы ФМС. Через два месяца получает разрешение на временное проживание. Далее, постановка на учет на три года или на срок действия паспорта. Также по упрощенной процедуре получают гражданство Российской Федерации и некоторые другие категории. Это те граждане, которые прибыли на территорию Российской Федерации до 1 ноября 2002 года. До введения в действие миграционной карты. И у которых паспорта бывшего СССР или старые национальные паспорта, но просрочены. И те, кто родились на территории СССР до 5 сентября 1991 года. Это до распада Советского Союза. Еще один больной вопрос для мигрантов – получение разрешительных документов для работы и постановка на учет. Для работы у юридического лица оформляется патент. Госпошлина за его оформление – 1 тысяча рублей. Многие иностранцы ошибочно полагают, что оплатив документ, можно таким образом автоматически продлить регистрацию. Вы оплатили вот этот сбор тысячи рублей Госпошлина для прохождения процедуры постановки на учет по месту пребывания. Понятно? Сейчас уже полно протоколов, и это все законно. Не только в Самарской области, но на территории России. И суды признают то, что это является основанием для продления регистрации. И вы обязаны поставить штампик в миграционной карте, то, что регистрация продлена на срок оплаты патента. Еще одна проблема – социальное обслуживание иностранных граждан в России. Не все приезжающие знают, что могут рассчитывать на некоторые льготы. Ваши дети учатся в школах, всех принимают. С садиками, конечно, вы не пользуетесь. Знаете это все, да? Медицинские услуги – то же самое. Очень плохо. То, что платное все здесь. Только экстренная помощь бесплатная. Понятно, все это знают. Если имеется разрешение на временное проживание или вид на жительство, то на это время проживания выдается страховой полис. Как правило, в поликлиниках и в миграционной службе есть адреса тех организаций, которые выдают полис. У нас помогают десперы, там есть люди. У них конститурируется, что надо, какие документы там. Проблем у мигрантов много. Но самое основное – многие проживают без регистрации. Виной тому так называемые резиновые квартиры. Когда несколько сотен приезжих регистрируются по одному адресу. С этим сейчас активно борется УФМС. Как плетут лапти и в чем секрет межнационального счастья. В Доме дружбы народов подводят итоги конкурса детского рисунка. О том, как богат народными традициями Самарский край, юные художники готовы рассказать всему миру. Это как раз вот этот взгляд детей на многообразие и великолепие нашей Самарской области. Я говорю, мы взрослые достаточно уже смотрим, может быть, на какие-то вещи достаточно, ну, с такой же через призму негатива какого-то. Дети же, они наоборот. Это чистое восприятие мира. Смотрим на эти рисунки и выбрать из них лучших достаточно сложно. Областной конкурс уже юбилейный. Пятый по счету. Его тема «Традиции моего народа в гармонии с природой». О том, что так понятно и близко каждому, рассказывают школьники со всей Самарской губернии. По подсчетам жюри, в этом году участников около 800. Наши детки именно сюжетные работы могут создавать с осознанием различных праздников, обрядов, традиций народных. Это очень радует, потому что у нас действительно многонациональный край. Действительно многонациональный. А как бы красочность, яркость конкурса и, я думаю, успешность, будущая успешность этих детей в дальнейшем. С конца ноября на сайте Дома дружбы шло голосование. Обладатели приза зрительских симпатий выбирали из ста работ, отмеченных в жюри. Отдать голос за понравившийся рисунок мог каждый. Полина Камыкова – ученица девятого класса одной из самарских школ. Она рассказывает, над сюжетом картины пришлось изрядно подумать, но теперь результатом творческого вдохновения гордится вся ее семья. По решению жюри, картине «Я живую в России» отдано первое место в старшей возрастной категории. У нас достаточно такое все многонациональное, выделять кого-то определенного – это не очень так. Хотелось что-то общее сделать. Хотелось изобретать, что у нас такое общее с природой, что никто, родители теряются, и там дедушка рассказывает своему внуку о том, как о лаптях, как они плетутся. В знаменательный для многих день никто не ушел без подарка. На память юным художникам вручили дипломы и ценные подарки – альбомы и энциклопедии живописи. Уходящий год здесь отмечают по-особенному. Чувашский праздник Сурхури насчитывает уже сотни тысяч лет. По традиции он начинается в период зимнего солнцестояния. В конце декабря день длиннее, а солнце все ярче. Еще совсем немного будет долгожданное тепло и новый урожай. Праздновали Сурхури целую неделю. Хлебосольно и весело. Чуваши тоже отмечали свой Новый год. Только назывался Сурхури. В переводе означает дословно Сурх – это овечья. Ури – это нога. Но почему так Сурхури назвали Новый год? Я думаю, скорее всего, из-за того, что все-таки каждая чувашская семья были скотоводством занимались. И, конечно, в первую очередь надежды у них были на приплод овечек стада. Это и кормление, это и семья одетая, и обутая, и шерсть, и ткали, и пряли, и мясо, конечно. И поэтому радовались этому празднику. Праздник обычно начинали дети. В этот день они обязательно катались на санках с самой длинной горки. Взрослые верили – только тогда будет хороший урожай льна в наступающем году. После этого с песнями обходили всю деревню, поздравляли с Новым годом, славили хозяев, желали добра. Поступали так, чтобы год был благополучным. Считалось, что если детей плохо принять, скотина не будет плодиться. Сурхури отмечался по чувашской традиции в складчину целыми селениями. Соседи выбирали большой дом и совместно накрывали щедрый стол. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ К празднику готовились заранее. Варили пиво, припасали орехи и семечки. В Сурхури пекли много сдобы и обязательно пирог с горохом. В этот день за большим столом говорили и о будущем урожая. Ведь чтобы он был щедрым, нужно хорошо проводить Старый Год. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ После пиршества и песен начинали гадать. Именно тогда многие девушки и юноши находили себе пару. Уже весной играли веселые свадьбы. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Молодежь выходили в сарайчики и здесь ловили овечек. Брали с собой разноцветные ленточки, ловили из задней ноги овечек и зацепляли эти разноцветные ленточки. А наутро выходили и смотрели. Если, например, баран белой масти, конечно, эта девушка выходит замуж за блондина. А если черный баран, то девушка, конечно, за шатена. ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Не только дети, но и взрослые ходили в этот день в гости. Они угощали друг друга орехами, горохом и пирогами. Угощали. Почему? Потому что горох, всегда говорили, если горох поставить в воду, она расплодится и больше, больше, больше станет. И также величали, вот сейчас ребята, когда маленькие ребята говорили, пусть как горох, много-много скотина будет во дворе. ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В праздничный день примечают, кто первым придет в гости. Если это мужчина или мальчик, значит, корова принесет бычка. Гости обязательно стараются усадить на подушку. При этом он должен сидеть спокойно. Иначе, по поверью, курица не будет высиживать цыплят. Следят в этот день и за погодой. Если в Сурхури идет снег, значит, год будет урожайным. ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ В Сурхури